Евгений, я вам сегодня прочитаю открытый вебинар на тему работы с осознанными сновидениями. Этот вебинар посвящен онлайн-курсу, который у нас в ближайшее время начинается, в котором мы будем работать с практиками осознанных сновидений и будем изучать технологии, позволяющие с осознанными сновидениями работать. Данные технологии, они имеют большую значимость, они дают большие возможности для развития освоения данных техник, данных технологий, оно дает вам большие силы и возможности. У нас в школе проводилась серия проектов, связанных с работой с осознанными сновидениями. Проект Медея и в этих проектах мы отрабатывали различные технологии, связанные с осознанными сновидениями. Данные технологии, они описаны в нескольких традициях. Существует традиция Бона, монаха Бон в Тибете, который за большие деньги практикует эти технологии и за большие деньги предлагают пройти небольшой курс, в ходе которого они помогают у желающих эти способности осознать себя во сне, раскрыть. Эти технологии работы с осознанными сновидениями, они были несколько описаны у Кастанеби. Эти технологии, они как бы содержатся, описание их содержится в тальтекской традиции. И также эти технологии, они относятся к специализации, которая существует в магии. Эта специализация называется разведчики. И в этой специализации работают с метрикой пространства, работают с перемещением по различным мирам. И эти технологии, которые, как бы эти традиции, которые я перечислил, технологии, которые там содержатся, мы отрабатывали в проектах школы. И про эти технологии мы будем говорить в ходе данного курса. И мы будем практически работать с данными технологиями. И вы сможете их освоить. Вот. Для того, чтобы мы с вами могли говорить об осознанных сновидениях, нам сначала нужно понять, что это такое, что из себя представляет сон, что из себя представляет возможность видеть осознанные сны. И для этого нам нужно понять саму физику вот этих сновидений. мы говорим о том, что та реальность, в которой мы существуем, она имеет информационную природу. То есть мы живем, как бы, в неком виртуальном компьютере. Но более понятно вам будет, если мы скажем, что ученые выделяют нашей планеты биосферу, как бы, да, некую биологическую составляющую планеты. И биосфера является неким телом, организмом нашей планеты. Ученые также говорят, что у планеты есть ноосфера. Бернацкий, например, да, как пример много об этом писал. И вот эта ноосфера является неким информационным полем нашей планеты. И мы говорим, что вот эта ноосфера является неким разумом планеты. То есть мы живем на Земле, как бы, на планете, у которой есть тело, организм, у которой есть сознание. И мы говорим, что человек, как бы, человечество, как таковое, оно является, как бы, нервной системой данного организма. И мы говорим о том, что вот эта ноосфера, это сознание планеты, и это некое информационное пространство, внутри которым мы живем. Вот это информационное пространство в нашей традиции мы называем системой. То есть, когда мы говорим о некой системе, мы все время имеем в виду сознание планеты. Вот это информационное пространство. И дальше мы говорим, что человек, как бы, да, мы, мы в этом информационном пространстве живем. И вот это информационное пространство, вот эта ноосфера, она монтируется сознаниями всех людей. То есть, люди, как и человечество, да, являются некой нервной системой нашей планеты. И люди живут в двух режимах, сон и бодрствование. Да, то есть, можно сказать, что на Земле, скажем, 7 миллиардов людей, и это, скажем, 7 миллиардов клеток неких, и информационных ячеек. И эти клетки, они находятся все время в двух режимах, если упростить, или сон, или бодрствование. Когда мы находимся в состоянии бодрствования, то наша задача зарабатывать энергию. То есть, мы различными способами, когда бодрствуем, когда у нас активно левое полушарие, мы накапливаем энергию. Да, добываем себе пищу, зарабатываем деньги, получаем какие-то впечатления. И все это некие виды энергии, которые мы получаем. Дальше, во время бодрствования, мы сколько-то энергии накопили. И потом мы переходим в стадию сна. И мы можем эту энергию потратить на формирование самой системы. На формирование вот этой, как бы, ноосферы. То есть, мы рассматриваем вот это взаимодействие, как бы, с точки зрения организма планеты. То есть, с нашей точки зрения, как человека, нам, как бы, понятно примерно. Но у нас есть некое представление о том, как мир устроен. А с точки зрения системы, как бы, да, люди являются некими ячейками, некими клетками, у которых есть функция, у которых есть задача. И во время бодрствования мы энергию накопили. И во время фазы сна, эта энергия, она тратится на построение, на формирование самой вот этой ноосферы. Самой вот этой информационной реальности, внутри которой мы существуем. То есть, мы говорим, что вот эта ноосфера, она представляет собой, как бы, некое пространство, которое состоит из ячеек. И этими ячейками являются, как бы, подсознания людей. То есть, психологи, например, Юнг писал про коллективное бессознательное. То есть, они выделяли у человека сознание и подсознание. И говорили, что это подсознание всех людей, всего человечества, оно формирует некое коллективное подсознание. Некое коллективное бессознательное. И вот это вот коллективное бессознательное, и будет являться системой, будет являться вот этой информационной реальностью. Ноосферой, которую люди формируют, но в процессе сна. То есть, человек состоит у нас. Как бы, наше сознание, оно делится на две части. Сознание, которое связано с нашей личностью. И подсознание, которое связано, как бы, с нашими подсознаниями. С теми личностями, которыми мы были в каких-то предыдущих наших воплощениях. И у нашего подсознания есть связь с сознанием планеты, как бы, вот с этим информационным полем. То есть, наша личность, она связана с телом физическим. Наша личность связана с построением поведения в физическом мире. А наше подсознание, оно связано с информационным полем планеты. И наше подсознание имеет включение в систему. Дальше мы говорим, что наше полушарие, правое и левое полушария, левое полушарие связано с личностью, правое полушарие связано с подсознанием и с включением вот в эту информационную систему планеты. И мы говорим, что эти полушария, они могут быть, у них как бы меняется доминантность. Когда доминантным является левое полушарие, мы находимся в состоянии бодрствования. Когда доминантным становится правое полушарие, мы входим в режим сна. И в этом режиме сна, когда у нас активно правое полушарие, доминантное правое полушарие, монтируется система, монтируется вот эта ноосфера сознания планеты. По мере развития, по мере эволюции человека, по мере работы с практиками, которые мы называем сборкой личности, практики связанные с реинкарнацией, человек может как бы объединить свое сознание и подсознание в некий единый комплекс. И тогда в таком состоянии у нас как бы стирается граница, стирается различие между сном и бодрствованием. То есть существуют практики, позволяющие работать с нашим подсознанием. И у обычного человека сознание и подсознание, они разделены. Обычный человек не имеет доступа к своему подсознанию. Подсознание у обычного человека включается только во время сна. И поэтому обычный человек не имеет связи, как бы прямой осознанной связи с вот этим информационным полем. Мы в нашей школе развиваем способности человека. И мы обучаем, мы работаем с практиками, позволяющими научиться активизировать свое правое полушарие и пользоваться своим правым полушарием для включения вот в это информационное поле, для того, чтобы получать оттуда какую-то информацию и проводить какие-то воздействия. Для этого мы работаем со специальными практиками, которые нам позволяют наше правое полушарие активизировать и сделать его как бы осознанным. То есть мы учимся проникать своей личностью в наше пространство правого полушария и осознавать ту информацию, которая там содержится. А в нашем правом полушарии содержится информация о предыдущих воплощениях, о наших как бы прошлых жизнях. То есть каждую жизнь человек живет и получает некий опыт. Вот этот опыт, он записывается на нашем как бы синим теле, тонком теле ментальном, связанном с аджно-чакрой. И аджно-чакра, вот это, она связана с правым полушарием. В результате вы живете, вы нарабатываете некий опыт жизни, и вся эта информация, она у вас как бы записывается в правом полушарии, как бы на некий диск. Потом вы умираете, счастливо, наконец-то. Рождаетесь снова, как бы куда вы денетесь. И вот эта информация, она как бы приходит из предыдущей жизни. И она попадает в подсознание. И в нашем подсознании вот эта информация, она хранится, она как бы находится, как в некой емкости. То есть во время жизни наше левое полушарие, оно нарабатывается. То есть на левом полушарии базируется личность, и личность формирует поведение в мире физическом. Пока вы живете, вы нарабатываете какой-то опыт, и вы развиваете свою личность. То есть ваша структура, вашей личности, как некая информационная матрица, она все время как бы развивается и достраивается. Как только вы умерли, запись заканчивается. То есть, ну, например, как бы вот CD-диски, и когда их прожигаешь, как бы пишешь туда какой-то образ, то можно как бы запись на этот диск финализировать, что больше туда ничего уже записать больше нельзя будет. То есть так же происходит как бы с нашим вот этим сознанием. Как бы запись завершается, и когда человек умирает, то есть те люди, которые пережили клиническую смерть, они рассказывают об ощущениях, о состояниях, которые они получили. Они говорят, как бы что у них перед глазами проносится как бы вся их жизнь. На самом деле они видят процесс перезаписи. То есть информация личности, когда в организме останавливается сердце, организм говорит, ура, мы наконец умерли, и нужно как бы переписать информацию. И информация из левого полушария переписывается вправо, добавляется в подсознание. И вот люди при клинической смерти, они вот это видят, как у них вот эта вот информация, ихняя вся жизнь проносится на ускоренной перемотке перед глазами. То есть происходит перезапись. Потом человек умирает, как бы рождается снова, и вот эти как бы матрицы информационные, которые были наработаны в прошлых жизнях, они все находятся в подсознании человека. И вот эти подсознания во время сна, фаза сна, когда доминантным является правое полушарие, вот эти правые полушария всех людей, которые спят, они образуют некую емкость информационную. Да, то есть земля как бы оборачивается вокруг Солнца, и где-то все время ночь, и, условно говоря, как бы половина населения все время спит. То есть вот сейчас мы с вами разговариваем, а где-то там 3 миллиарда людей спят. То есть 3 миллиарда правых полушарий формируют вот это вот информационное пространство все время. Формируют все время вот эту ноосферу. то есть создают некую емкость, вот это коллективное подсознательное, внутри которого мы находимся. Дальше существует процесс сна. То есть когда во время сна у нас работает правое полушарие, оно включено в систему. Да, и через правое полушарие идет некая энергия, некий сигнал. Да, то есть ваше правое полушарие, оно является частью вот этого ноосферы, вот этого коллективного сознания, обладающего неким разумом. И этот разум, он о чем-то думает. Этот разум, он обрабатывает информацию. И эта информация в виде каких-то сигналов, она через ваше правое полушарие проходит. А в ваших правых полушариях находятся вот эти, как бы, подсознания, вот эти информационные матрицы. И условно говоря, каждая ваша предыдущая личность, это, как бы некое ядро. То есть, вот в компьютере есть процессор, и сейчас процессоры многоядерные, да, там как бы много ядер. То есть, представьте, что у вас в подсознании такой многоядерный процессор, как бы сотни таких, как бы, ядер, да, процессоров для обработки информации. И вот ваше подсознание во время сна, оно работает. Ваше сознание, оно находится в пассивном режиме. И ваше сознание, то есть, левое полушарие, оно является, как бы, просто неким наблюдателем, неким свидетелем, как бы, тех процессов, которые происходят в правом полушарии. И вот эти вот наблюдения, они и составляют ваш сон, который вы, как бы, поутру можете помнить, как бы, да, то есть, подсознание, оно, как бы, занято, оно работает в системе, а сознание, ваша личность, она еще, как бы, формируется, да, то есть, это информационная матрица, которая еще не завершилась. И она, эта личность, она, как бы, сбоку болтается, причем в режиме пассивном, да, то есть, как бы, в выключенном режиме. Вот, но в каком-то пассивном режиме мы наблюдаем, мы являемся наблюдателями каких-то процессов, происходящих в правом полушарии. И вот эти наблюдения, и есть те сны, которые мы видим, которые мы наблюдаем. то есть, мы, как бы, наблюдаем, вот это пространство информационное, формируемое нашими правыми полушариями, через призму нашей личности. И поэтому, на, как бы, характере нашего сна отражается та информация, которая в нашу личность засела. что если мы у нашей личности перед сном сформируем некую доминанту, если наша личность будет, как бы, озабочена какой-то проблемой, то тогда это может повлиять на характер нашего сна, на то, что мы будем, как бы, наблюдать. И это является, как бы, одной из техник, используемой, вот в этих практиках сновидения, когда перед сном вы работаете с некой медитацией, и такие техники практикуют монахи Бон. Они, вот этим, как бы, и людям, которые к ним приезжают, как бы, пройти этот курс за пять тысяч евро, они дают некие мандалы цветные. На эти мандалы нужно медитировать перед сном. И эти мандалы, они формируют некий образ визуальный, некую доминанту в сознании человека. И сразу скажу, что эти мандалы, они, как бы, некой энергии заряжают это сознание. В результате, через работу с такими мандалами, через работу, как бы, со специальными образами перед сном, можно повлиять на характер этого сна. То есть, через эти мандалы, как бы, через такие медитации перед сном можно влиять на то, что вы будете видеть, и на то, как вы будете видеть во время сна. То есть, что будет происходить во время сновидения. В том числе, можно получить некую порцию энергии, осознания, которая позволит вашей личности, как бы, стать осознанной во время сна. Значит, вот это наше левое полушарие, наша личность, она присутствует вот в этом пространстве сна, но как некое облако, как некая, как бы, такое полевая, как бы, легкая полевая структура, потому что личность обычного человека, она не обладает, вот в этом пространстве сна, не обладает плотностью. То есть, смотрите, каждую ночь вы засыпаете, и вы, ваше правое полушарие включается, вот в эту информационную емкость, и вы попадаете в некое пространство, вы попадаете в некую отдельную реальность. И эта отдельная реальность, это как бы некий мир, это некое реально существующее пространство, такое же, как и вот этот наш мир физически. Но это пространство, оно как бы в организме планеты существует в другом виде, и вы в это пространство попадаете как сознание. То есть, у вас вот в этом пространстве сна нет тела. Поэтому вы там существуете как некое облачко и вот в этой как бы емкости сна. И поэтому ваше взаимодействие с вот этим пространством сновидения оно слабенькое. Оно как бы не сильное, потому что нету тела, чтобы взаимодействовать. То есть, когда вы родились здесь, в этом мире физическом, как бы, да, во время зачатия, ваши родители как бы захватили вашу душу, притянули и закрепили и организм матери вашей создал для вас некое тело, которое вас как бы якорем прикрепило к вот этому миру физическому. И через наше тело мы взаимодействуем с вот этой физической реальностью, да, потому что нам для взаимодействия с этим миром, нашими родителями как бы было дано тело физическое. И поэтому мы с этим миром сцеплены, как бы зацеплены. А в пространстве сна у обычного человека такого тела нету. Как бы да, нету вот этой базы для взаимодействия. И соответственно мы как бы в этом пространстве представляем собой некие такие облачка. Как бы да, и наблюдаем как бы вот это пространство в качестве неких облачков. Те техники, вот эти технологии осознанных сновидений, они подразумевают создание тела. Создание тела вот в этом пространстве снов. И в нашем курсе, которым мы будем заниматься, мы будем такое тело формировать. создавать. Мы будем создавать себе тело вот в этом пространстве сна. То есть человек, он состоит из двух частей. Это как бы сознание и организм. И мы говорим, что это всадник на лошади. То есть есть душа и есть как бы физическое тело, как некий скафандр. Так вот, работая с определенными практиками, мы можем вот в этом пространстве сна создать такую оболочку. Эта оболочка, она создается как некая мыслеформа. Вот. И такая мыслеформа, она может служить нам телом вот в этом пространстве сна. То есть наше текущее физическое тело нам создали родители. А в пространстве сна мы можем создать себе тело своим сознанием. И это является некой магической работой, некой специальной как бы работой, которую можно провести. И тогда у вас появляется вот это тело сновидения. И эта практика, она описана у Кастанеды. То есть бонские монахи, они работают как бы с осознаванием во сне. Ну в том курсе, который они обычно, который они дают как бы обычным людям как бы за большие деньги, они просто учат, помогают человеку во сне себя осознать. Для этого используется как бы несколько методов. Я просто вкратце расскажу, чтобы у вас было представление. То есть я рассказал про некие мандалы, на которые идет медитация. Дальше человек засыпает, но возле человека дежурит специально обученный монах. Вот этот монах Бон. И этот монах он наблюдает как бы за человеком, когда тот спит. И он отслеживает режимы сна. То есть у нас есть режимы погружения как бы в сон. Есть фаза медленного сна, когда организм находится как бы в глубоком расслабленном состоянии. И это режим как бы ожидания. То есть в этом режиме мы просто находимся в глубокой релаксации. Существует фаза быстрого сна. А вот как раз сон мы видим во время фазы быстрого сна. И в этот момент происходит включение правого полушария в сознание планеты. И тогда через правое полушарие проходит некий сигнал. У человека как бы двигаются зрачки. И подсознание как бы находится в активном режиме. Вот этот монах Бон он отслеживает фазы сна. И когда человек входит вот в эту фазу быстрого сна, они начинают как бы петь некие мантры. они начинают как бы понемногу активизировать личность, активизировать сознание человека. То есть они некие мантры потихоньку поют, чтобы человек не разбудить. И они у человека вот это его сознание расшевеливают. И в результате человек когда находится вот в этом состоянии сна, когда доминантно правое полушарие, у него просыпается левое полушарие, просыпается личность. И человек себя осознает вот в этом пространстве сна. Как бы происходит осознанное сновидение. Вот. То есть вот эта техника, которую используют монахи Бона, она требует ассистента. Чем она как бы неудобна, да, то есть нужен человек, который будет не спать, а как бы у вас над душой как бы стоять и ждать, когда ты наконец заснешь. И как бы пытаться как бы личность расшевелить. Вот. Мы будем работать с немного другими техниками, да, то есть мы рассмотрим в ходе курса, какие техники есть, они разные. В том числе существует возможность самогипноза, возможность автогенной тренировки, доминанта, когда вы вводите сами себе некую установку доминанту, и мы об этом будем говорить, будем пробовать работать. Вот в проектах, которые проводила школа Медея, там использовалась техника некого будильника, то есть достаточно эффективная техника, когда вы формируете некую мыслеформу, некую установку будильника, о том, что ваше сознание должно проснуться во сне, вы как бы нарабатываете эту мыслеформу путем медитации перед сном, и у вас этот будильник начинает работать, то есть вы засыпаете, видите сон, и у вас срабатывает этот будильник, ваше сознание начинает тормошиться, ваша личность, которая находится выключенная, как бы в пассивном режиме. Вот это как бы заклинание будильника, оно начинает вашу личность включать, и вы как бы начинаете осознавать себя вот в этом пространстве сна. То есть это та техника, с которой будем работать мы в ходе вот этого курса. В чем огромное преимущество, потому что эта работа будет коллективной. Мы будем работать большой группой людей, которые будут как бы образуя некую магическую машину, которая в вашем сознании запишет вот этот будильник. То есть будет как бы очень плотная запись вот этой мысли формы. И соответственно она будет работать в десятки раз сильнее, нежели при индивидуальной работе. Вот. Это то, что касается практик, которые используются. Ну, некая часть. Значит, я вам говорил, что во время сна формируется некое пространство. Это пространство формируется нашими правыми полушариями тех людей, которые спят. И в каббалистической традиции, в учении каббалы существует схема, которая называется дерево сифирот. Эта схема, она описывает вот эту информационную реальность, внутри которой мы существуем. То есть я вначале говорил о ноосфере, о неком информационном поле земли, о сознании организма планеты. И в каббалистической традиции существует вот это дерево сифирот, которое описывает вот это сознание планеты. То есть говорится, что у этого сознания есть некая структура. И здесь мы видим схему данного сознания. схема состоит из кружков это сефиры. И каждая сефира это мир существующий. В самом низу схемы есть вот эта десятая сефира, которая называется Малькут. И вот это наш физический мир, в котором мы существуем, в котором находится наше физическое тело. То есть вот эта сефира Малькут это тот физический мир, который нас окружает, который воспринимает обычный человек. А выше идут другие миры более тонко материальные. Скажем, вот тут, где написано 9, выше следующая сефира называется Есот. Девятая сефира. И вот эта сефира Есот это и есть астральный план. Это есть астральный мир, который тоже представляет собой некую реальность. Так же как вот этот наш мир физический. Но вот этот мир астральный он более тонко материальный. Он находится на тонких планах. И обычный человек не умеет воспринимать этот астральный план. Для такого восприятия нужно обладать энергетическим видением, которое развивается в ходе практики. и скажем сефира ход восьмая это как бы вход в мир мертвых, пространство умерших, то есть сюда попадают души умерших людей. Но нас интересует вот эта сефира Ницах. Седьмая сефира и вот эта сефира Ницах это пространство снов. То есть когда вы входите, когда вы засыпаете и состояние бодрствования переходите в состояние сна, когда у вас доминантным становится правое полушарие и вы входите в режим активного сновидения, то вы погружаетесь вот в эту сефиру Ницах. Вот эта сефира Ницах это как бы мир сновидений. И это как бы мир связанный с ускорением во времени. Здесь существует как бы ускорение и отсюда во время сна вы можете как бы спать пять минут в нашем мире физическом, но во время сна вы можете прожить там целый день или неделю целую. То есть мы говорим, что вот в этих мирах существует разная скорость течения времени. То есть в нашем мире физическом он самый низкочастотный и он самый медленный. Это низ, нижняя граница низкочастотная в организме планеты. Остальные миры они более быстрые. И вот в этой сефире Ницах там время течет быстрее относительно мира физического. И получается, что здесь в физическом мире вы проспали как бы пять пятнадцать минут как бы для вашего сознания которое сместилось в другой мир как бы ускорилось для вашего сознания там прошла неделя как бы да то есть вы там получили вы там прожили неделю получили как бы впечатлений и состояние как бы за в течение как бы целой недели хотя здесь в этом мире прошло всего как бы пять минут например то есть вот это как бы сефир Ницах то есть смотрите еще такая модель да о чем мы уже говорили то есть человек он состоит из тела и сознания когда вы засыпаете то вы вот это вот тело которое создано вашими родителями оно как бы создано вот в этом мире физическом и вот это ваше физическое тело оно остается там где вы его оставили как бы обычно да вот и дальше ваше сознание оно во время сна как бы вот этот всадник оно смещается в другой мир то есть во время бодрствования ваше сознание оно находится оно воспринимает вот этот мир физический через ваше физическое тело через вот эту оболочку во время сна ваше сознание оно сдвигается далее оно сдвигается в другой мир вот в этот мир неца то есть как бы всадник слезает с лошади и этот всадник он уковыливает в другой мир вот в этот мир снов но в этом мире снов у вас нету тела поэтому вы вот в этом мире снов вы как бы являетесь как бы неким облачком просто таким воздушным прозрачным да и вы являетесь неким пассивным наблюдателем каких-то процессов которые там происходят которые проходят через ваше подсознание но вы попадаете в некий реальный мир вот в этот мир который является пространством абсолютно реальным пространством в этом пространстве снов вот в этой сифиро ницах там есть рельеф там есть поверхность там есть какая-то флора там есть какая-то фауна там есть обитатели этого мира которые живут там какой-то своей жизнью а вы там присутствуете в виде некого облачка как бы да и не взаимодействуете с ну как бы ваше взаимодействие оно как бы слабое то есть с вами там что-то произошло не знаю вы там со скалы упали да проснулись как бы и все себе как бы как бы ваше тело физическое оно как бы здесь осталось взаимодействует как-то там ваше как бы сознание но вот в этом пространстве снов тело можно создать и это будет уже магия как бы чистой воды то есть это является некой магической практикой тогда вот это тело в пространстве снов оно сможет быть носителем вашего сознания и ваше сознание вот этот всадник как бы да ваше сознание оно сможет научиться переключаться между телами то есть к вашему сознанию будет в итоге привязано как бы скажем два тела то есть вы сможете научиться менять вот эти информационные как бы оболочки ну телесные оболочки как бы да тела то есть как бы вы можете погрузиться загрузить свое сознание как вот некую программу в это свое тело физическое и взаимодействовать с этим миром физическим потом вы где-нибудь легли как бы в засаде как бы да спрятали где-нибудь свое тело под одеялом и ушли как бы в другой мир где у вас есть другое тело и вы можете как бы в том мире тоже жить тоже взаимодействовать как бы да и получать реальные ощущения и это открывает для вас гигантские возможности потому что пространство снов оно более пластичное оно податливое то есть здесь вот в этом мире физическом вы так просто его не погнете вы его не поменяете а в пространстве снов это запросто то есть как бы да как в матрице показывали ложку согнуть или он там чего делал еще как бы да там руку ручку свою поставил как бы и пули все остановились то есть в физическом мире как бы так как бы фиг сделаешь то есть это достаточно сложно для этого нужно обладать огромным гигантским потенциалом сознания для чего очень долго развиваться как бы нарабатывать ситхи а в пространстве снов оно пространство снов оно гибкое то есть вы из своих как бы снов можете помнить что вы вот сознание можете влиять на ход сновидения есть такое понятие как бы люцидные сны когда ваше сознание еще не до конца проснулось но еще и не до конца вышло из вот этого состояния сна то есть вот с утра когда вы еще не до конца вы еще как бы еще не проснулись как бы да но уже просыпаетесь будильник еще не прозвенел вы как бы вот в этом находитесь в таком люцидном сне и он как бы очень податливый то есть своим сознанием можно на это влиять то есть вот эти маги которые работают которые владеют технологиями сновидений у них сформисоздано тело в пространстве снов и они в этом пространстве могут жить они могут в этом пространстве взаимодействовать путешествовать и получать опыт как бы любой опыт который вы только захотите который вы не сможете получить как бы так просто в мире физическом то есть в физическом мире что-нибудь скажем сложно во сне легко то есть во сне вы можете легко делать то что вам недоступно в физическом мире то есть здесь вас как бы ограничивают тело ваши возможности социальные законы физики и законы социума ограничивают ваше поведение то есть вы хотели бы полетать или что-нибудь поделать в социуме но вам не дает как бы гравитации вам не дают как бы законы социума сразу прибегут как бы скрутят и не знаю и так далее а во сне как бы таких ограничений нет то есть там для вас открыты огромные возможности то есть имея вот это тело сновидений вы можете осознанно жить в этом пространстве сна и в этом пространстве сна взаимодействовать поскольку оно представляет из себя некий реальный мир реально существующий в котором есть реальные как бы обитатели там есть как бы пространство некая как бы ландшафт как бы и так далее и вот это ваш всадник он может переключаться между этими телами но ваше тело физическое оно создано родителями оно создано в этом мире и по законам этого мира все что родилось должно умереть поэтому ваше тело физическое оно через сколько-то времени как бы да то есть оно когда-нибудь умрет то есть по законам как бы этого мира да все что родилось должно умереть и ваше тело которое родилось оно должно будет умереть но если у вас есть вот это тело сна тело сновидения то вы сможете просто переключиться в то тело и жить в том пространстве что как бы многие маги сделали то есть существуют как бы некие древние маги которые создали себе вот это тело и живут там и Кастанеда в книгах Кастанеды описаны вот эти практики осознанных снов создание вот этих тел сновидений существуют некоторые цивилизации которые добрались до вот этих технологий работы со снами и туда перебрались и счастливо живут там вот в этом пространстве сна пользуясь как бы своим вот этим личным бессмертием и вот это пространство снов оно достаточно заселено но вот это пространство оно связано с работой самой системы с работой самого вот этого сознания планеты и если вы какую-то магию делаете там в пространстве сна а это сильно сказывается на вот этом мире физическом то есть давайте подытожим о чем мы с вами говорили я рассказал что существует некое пространство сна которое является некой емкостью некой реальностью и эта реальность формируется правыми полушариями людей во время сна когда вы спите то ваше сознание вот этот всадник он как бы отделяется от физического тела и сдвигается вот в это пространство сна существуют практики позволяющие в этом пространстве сна создать некое тело и тогда когда вы будете засыпать когда вы будете находиться в пространстве сна ваше сознание оно будет переключаться в то тело и вы будете себя в том пространстве осознавать в результате вы сможете жить такой двойной жизнью то есть во время сна вы будете у вас будет вот это физическое тело вы будете жить в этом физическом мире во время бодрствования точнее я оговорился то есть во время бодрствования вы будете жить вот в этом мире физическом а во время сна вы будете переключаться во второе тело тело сна и жить в пространстве сновидения И вот в этих восточных сказках, там есть такая как бы сказка-притча о как бы одном человеке, который, то есть он был как бы некий бедный человек, он прибежал к какому-то магу и попросил его как бы улучшить свою жизнь. То есть говорю, вот я как бы плохо живу, а можно ли сделать так, чтобы я как бы жил хорошо. Вот, и он, этот маг что-то сделал и как бы во время бодрствования этот человек был как бы нищим, а во время сна он как бы был султаном, как бы да, вот, ну и как бы так далее. То есть, как бы описание такое существует. Вот, и существуют технологии, позволяющие работать с вот этим пространством снов. Такая работа, она связана с активацией, с развитием вашего правого полушария, которая связана с магическими способностями. То есть, работая с техниками осознанных снов, вы активизируете свое правое полушарие и вы развиваете свои способности магические. Во время сновидений можно работать со своими реинкарнациями, можно работать с вспоминанием своих прошлых воплощений и работать с практиками сборки личности. То есть, вы можете свою личность текущую наращивать информацию из вашего подсознания тем опытом, который вы получили в прошлых своих жизнях. И во время сна вы можете получать какой-то опыт взаимодействия с этим пространством сна. То есть, в мире физическом, как бы, ваши возможности ограничены, а в пространстве сна ваши возможности, как бы, безграничны. И вы можете получить во сне любой опыт, который только захотите. То есть, можно свой сон запрограммировать с тем, чтобы вам приснилось что-то, то, чего вы хотите. И вы можете, имея тело в пространстве сна, вы можете, как бы, попасть в любое пространство, как бы, какое хотите, как бы, и провзаимодействовать с какими-то людьми, с какими хотите. То есть, вот в этом пространстве сна существуют, как бы, другие проекции других людей. То есть, существует возможность проникнуть в сон другого человека. То есть, это, как бы, уже более такие продвинутые, сложные практики, но которые тоже существуют. То есть, имея тело, вот в этом пространстве сна, умея, как бы, осознать себя во время сна, можно научиться, как бы, проникать в сон другого человека и с этим человеком взаимодействовать. Ну, как бы, и так далее. То есть, я думаю, что некое представление о вот этой практике у вас должно было возникнуть. Значит, сейчас, в виде некоторого бонуса, я вам предложу маленькую практику. Эта практика, она будет выглядеть следующим образом. То есть, я выкручу, как бы, камеру и в полный экран запущу слайды. Эти слайды, они будут содержать в себе некие аудио настройки, которые будут определенным образом воздействовать на вашу энергетику, воздействовать на ваше состояние. Для начала нам нужно активизировать свою анахата чакру. И вот эта сифира Ницах, вот это пространство снов, оно, оно находится на уровне анахата чакры. И эта сифира, она сдвинута, как бы, влево, в пространство будущего. И сейчас мы попробуем, будучи, как бы, в здравом уме и твердой памяти, поменять свое состояние. Мы сейчас с вами попробуем вот в это пространство сместиться. Но времени, как бы, у нас будет не сильно много этой практики, да, поэтому не у всех получится, как бы, туда погрузиться полностью. То есть, ну, вы сможете, как бы, некие ощущения, некое представление получить. В самом нашем курсе будет, как бы, 8 групповых практик. Их практики будут записываться, и у вас будет доступ к записям. То есть, вы потом сможете, как бы, запись вот таких вебинаров, как бы, да, практических запускать и смотреть в любое удобное вам время. И будут доступны вот эти презентации, с которыми у себя на компьютере можно будет работать. Вот, и там практики будут идти, как бы, по 30, по 40 минут. То есть, этого времени более чем достаточно, чтобы вы смогли, как бы, погрузиться вот в это пространство сна, осознать себя в этом пространстве и сформировать для себя там, как бы, некое тело. Сформировать там некую, как бы, вот эту программу-будильник, которая вас будет, как бы, будить, когда ваше сознание будет туда погружаться. То есть, ваше сознание туда погружается, а у вас там этот будильник стоит, он там вот находится. И когда ваше сознание туда попадает, будильник, как бы, начинает тормошить вашу личность, и она просыпается. То есть, получается, как вот с этой практикой монахов Бонн в итоге. То есть, сначала мы с вами активизируем уровень анахата чакры. Вы визуализируете зеленый вращающийся круг, некий диск, вот на расстоянии вытянутых рук, напротив, как бы, уровень сердца. Это уровень анахата чакры, да. То есть, эта чакра, она продуцируется в сердечно-сосудистой системе. То есть, вот где-то на расстоянии вытянутых рук, напротив, как бы, сердца, вы визуализируете зеленый вращающийся диск. И концентрируетесь на этой мыслеформе. Можно с закрытыми глазами. Таким образом, вы сфокусируете энергии своего организма на этом уровне. Дальше, вам нужно разогнаться и сместиться в пространство будущего, чтобы вы смогли вот эту сифиру Ницах как-то зацепить. Для этого вы настраиваетесь на эти картинки и пробуете туда погрузиться. То есть, вы должны полностью себя почувствовать внутри вот этого пространства, внутри, как бы, вот этих городов будущего. Как бы, вы должны себя ощутить, как бы, в будущем. То есть, что вот ваше сознание, оно вот, да, находится вот в этом городе будущего, и оно там фиксировано. То есть, не прыгаете туда-сюда, а вот там находитесь. И вот в этом состоянии вы будете погружаться в пространство сна. То есть, пробуйте. Что вы здесь делаете? Здесь вы должны настроиться на свое правое полушарие, как на некую емкость, как на некое пространство. В этом пространстве будут какие-то структуры. В этом пространстве вы почувствуете некую, как бы, топологию. Там будут какие-то объекты. И вы своей личностью, вот этим левым полушарием, будете погружаться вот в это правое полушарие, в это пространство. То есть, вы закрываете глаза, как бы, и работаете с медитацией. И этой медитации, в ходе этой медитации вы настраиваетесь на пространство своего правого полушария и туда погружаетесь. В этом пространстве, когда вы туда погрузитесь, настроитесь на связь вашего правого полушария с, как бы, правыми полушариями всех других людей. И когда вы вот это почувствуете, вы начнете погружаться вот в это пространство снов. То есть, вы начнете свое сознание, будучи, как бы, в неком бодрствовании, сдвигаться вот в это пространство. Это не значит, что вы заснете сразу. То есть, может, некоторые из вас, может быть, это не значит, что вы так сразу сместитесь. Но вы сможете попробовать. Зависит все от вас. От того, насколько вы себя отпустите, освободите, как бы, да, и насколько вы себе позволите, как бы, уехать. То есть, если вы постараетесь, вы это почувствуете. Почувствуете погружение в некое пространство. И вот это будет первичное ощущение пространства сефиры Ницца. Вот этого пространства снов. И потом, в ходе нашего курса, в ходе наших занятий, мы будем каждый раз вот в это пространство погружаться. И дальше мы уже там будем заниматься некой магической работой. Мы будем там создавать некие доминанты, создавать там некие мыслиформы, создавать там некое тело. То есть, дальше мы будем работать уже с технологиями. Я буду открывать всякие, как бы, секреты и тайны, как бы, да, и технологии работы, которые мы будем на практике уже отрабатывать. Вот. Но это будет уже в самом курсе. А сейчас вы вот это сможете попробовать. Давайте начнем. Значит, я отключу видео. Звук. Подготовьтесь, сядьте удобнее, расслабьтесь и сосредоточимся. Внимаем энергию на анахаты чакру и раскручиваем свое тело. Анахаты уплотняем, наполняем энергией. Анахаты уплотняем, наполняем энергию на анахаты. 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 Продолжение следует... 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 Ну и так, выходим понемногу из состояния и расскажите мне, удалось ли почувствовать вот это пространство. То есть мы примерно посмотрели, как выглядит практика погружения в это пространство. И вы у нас на форуме можете написать отчет. В котором рассказать и описать те ощущения, которые вы получили в ходе данной практики. Получилась ли или нет данная работа. То есть сейчас мы на это времени тратить не будем. То есть вот вам тема, ссылка на тему на форуме. В этой теме вы можете написать, описать тот опыт, который вам удалось получить. Вот, скажите мне, есть ли у вас какие-либо вопросы по вот этому вебинару, по той информации, которую я рассказывал, по тому, что мы делали. То есть вот этот вебинар, он является неким вводным, который, чтобы его цель составить у вас представление о той работе, которой мы будем заниматься в ходе курса, вот этого курса осознанные сновидения технологий. Мы планируем этот курс начать как бы со следующей недели ориентировочно. Он будет проходить раз в неделю по воскресеньям в это же время, когда у нас начался сегодня данный курс. Вот, и у нас на сайте вы можете ознакомиться с программой данного курса. С тем, чем мы будем заниматься. Собственно, я сегодня вам об этом рассказал. То есть мы будем работать с самими вот этими технологиями. Я вам как бы описал поле деятельности. Я вам описал возможности, которые данная работа может вам дать. Я вам показал как бы пример практики, пробник такой как бы небольшой, да. Пример состояний как бы начальных. И, соответственно, дальше в ходе курса мы будем изучать технологии, которые позволят вам осознавать себя во сне, сформировать тело, сновидение во сне и в этом пространстве сновидения начать работать в данном теле. Вот. Есть ли какие-то вопросы? Следующий набор, ну, не знаю, не в этом году точно. Может быть весной следующего года, может быть летом. То есть мы редко повторяем такие курсы. То есть вы потом просто сможете записаться на него, как бы работать с ним заочно, скорее всего. Вот. Как правильно активизировать правое полушарие, я сейчас рассказывать не буду. Можно не перерождаться в физическом плане. Ну, все зависит от вашего уровня развития. То есть и что, и сколько вкладывать в овладение данной технологией. То есть я могу вас заверить, что прохождение одного курса, как бы, будет для этого совершенно недостаточно. Вот. Но технологии, которые мы изучаем, это позволяют. Создаешь тело во сне, его могут повредить обитатели тонкого мира снов, в котором есть наше тело. Но, то есть ваше тело, это та оболочка, которая может с этим миром взаимодействовать. То есть вы это тело, его, как бы, где подряд там не оставляете, и создается защита. То есть интересная очень тема создания защиты во сне, когда вы себе в этом пространстве сна создаете телохранителей. Создаете некую команду, как бы, командос, некого спецназа, телохранителей, которые будут вас, как бы, защищать в этом пространстве сна. То есть смотрели фильм «Инсепшн» с Леонардо Ди Каприо недавно про пространство снов. Вот там, как бы, показана в работе вот эта система защиты, да, когда они захотели пробраться в сон, как бы, в сознание к вот этому предпринимателю. И их там, как бы, встретили, как бы, головорезы, которые их там чуть не расстреляли. То есть вот эта защита созданная специально, и это, как бы, реальная штука. То есть ее создают, и она вот так вот работает. То есть просто в фильме это показано. Насколько важно вести дневник снов? Важно. То есть намного важно. Это создает, как бы, большую, сильную фиксацию, и это дает очень... Это является важным фактором. Вот, но, как бы, подробно я об этом буду рассказывать на курсе. Во сне работать со страхами можно. Можно кому-нибудь, у кого-нибудь убрать страхи, или кому-нибудь внедрить страхи перед вами. И сна перетаскивать предметы вряд ли. Не в этой жизни. Что полезнее для эволюции ОС или выхода из тела? Вот, что полезнее, как бы, для организма зарядка или, как бы, закаливания? То есть это все, как бы, просто инструменты для развития. Когда вы работаете с выходами из тела, вы просто учитесь свои тонкие оболочки отделять, как бы, от плотной. Когда вы работаете с осознанными сновидениями, вы работаете с развитием правого полушария и с прямым включением в систему. То есть осознанные сны, они дают гораздо больше мощности и возможностей могущества. Вот. Будет ли продолжение в дальнейшем? Для начала давайте соберем данный курс, проведем его, и тогда будет смысл уже говорить о продолжении. То есть тема очень интересная, практик здесь, как бы, очень много, которые дают, как бы, очень сильные эффекты. Вот. Но для того, чтобы с этим работать, нужна, как бы, команда заинтересованных людей, которые с этим будут работать. И тогда мы этим сможем заниматься. Если тело создано во сне, то на физическое тело оно, как бы, не распространяется. То есть эти тела, они, как бы, через ваше сознание только связаны. Снятся знакомые люди, потому что сон наблюдает ваше сознание, ваша личность, как бы, в которой эта информация находится. Вот. Не помню книги, чтобы там было что-то описано. Вот. Ну, как-то так, как бы. Вот. Хорошо. Начинаются уже вопросы, как бы, на совсем отвлеченные темы. Поэтому я эту дискуссию на этом завершу. То есть, надеюсь, вам было интересно эта тема. Я вам, как бы, подготовленную программу рассказал, показал. И дальше дело уже за вами. Как бы, да. То есть, дальше уже все зависит от вас. Мы вам, как бы, даем возможность. Что с этой возможностью делать, воспользоваться ей или нет. Это уже личное дело.